Однажды царицу Роблокса пригласили отдохнуть в отель. Я согласилась, приехала. А тут вот что случилось. Ой, нет, мистер Грампи, владелец этого отеля, запер нас внутри. Нужно найти способ, чтобы сбежать. Кого они решили напугать? Побег, это мое второе имя. Прыгаем, перебираемся. Ой, смотрите, человек утонул в шоколадной реке. Вообще-то тут все просто. Прыгай, прыгай, смотрите, никаких сложностей. Ой, кружечки? Маленькие, большие. Смотрите, фотография владельца игры. Давайте посмотрим, что он приготовил нам дальше. Так, здесь нам говорят, что из труб какие-то опасные газики. Ребята, ну это вообще легкотня. Легкотня. И этим побегом вы хотели напугать бабушку Шошо. Как будто бы это побег не от злого мистера Гампи, а из детского сада. Смотрите, как все просто. Перепрыгиваем цветные речки. Ох, вот это придумали. Я развалилась. Как же так? Ну вот. Как всегда, только похвастаюсь. Только сказала, что все легко и просто. И тут же развалилась. Как говорит моя подружка бабушка Дуся. Ой, ребята, что это? В гостинице тюрьма? Я что, была в этом номере? О боже. Так вот, как говорит моя подружка бабушка Дуся. Чем похвалишься, то и потеряешь. Лезу в окно. Ой, что это за звуки тут? Цветные речки. Лучше их, конечно, не трогать. Перепрыгиваем. И опять в окно. Если я спущусь с этого балкона, то можно считать, что я сбежала. Так ведь? Или это территория отеля? Ой, мне надо пройти по проводам с током. Перепрыгиваем. Да кто это тут пос... Что случилось? Почему? Ребята, почему? Я не поняла. Там не было тока. Что со мной произошло? Так, ладно, перепрыгиваем. Может быть ток бегает по этим проводам? И лучше на них долго не задерживаться? Ребята, если вы заметили, почему я на тех проводах погибла, напишите в комментариях. Потому что меня этот вопрос мучает. Вроде бы на ток я не наступила. Здравствуй, красный человек. Он мне говорит, будь аккуратна, тут везде нефть. Ой, нефть, это, конечно, опасно. Вообще похоже на новый асфальт. Как будто бы есть новый асфальт и старый. И между ними вот такие дырочки. Тры-ты-ты, тру-ты-ты, пробегаем. Ой, смотрите, как льется нефть из баков. О, я вижу владельца отеля. Сейчас я с ним встречусь. Здравствуй, мистер Ворчун. Ой, что-то, по-моему, он не рад меня видеть. Вообще-то вы меня сами пригласили. Забираю ключ и нужно мне выбраться с этой площадки. Смотрите, как он хочет меня обнять. Сказать спасибо, что я посетила его удивительный отель. Ой, он упал. Мистер Ворчун, вставайте. Эй, вставайте. Ой, смотрите, какой он мягенький. Ой, он как батут. Он что, надувной? Да нет, вроде бегал. Так, ребята, лучше я пойду, а то сейчас как встанет. Как обнимет меня от радости. Но мне что-то совсем не хочется с ним обниматься. Человек в красном говорит, будь аккуратна, здесь водится дикий осьминог. Ну, во-первых, если он в домашнем бассейне, то какой же он дикий? Он домашний осьминог. А что это у нас тут? А у нас тут стиральные машины протекли. Перепрыгиваем. И тут у нас начальник прачечной. А зовут его доктор Мыло. И он спрашивает у меня про какие-то носки. Нет, носки стирать я у вас не буду. Пожалуй, пойду я отсюда. А то он выглядит как-то не по-доброму. Тут у нас утопленные машинки стиральные. Хорошо хоть вещи постиранные. Развешено. Ой, ребята, что-то сломалось. О, доктор Мыло. Что вам так не понравилось? Вам не понравилось, что я не сдала свои носки вам в стирку? Ну, знаете, это вообще-то мое дело. Я могу и сама носки постирать. Не надо, не надо надо за мной бегать. Я вам все равно носки свои не отдам. Так, что это за красная кнопочка? Чего? Вот это неожиданно, ребята. Это что за полет такой был? Смотрите, оттуда меня перекинули вот сюда. Надо отыскать ключ и открыть вентиляцию. Ну куда? Какой побег без вентиляции? Это уже просто классика. Это уже просто закон какой-то. Забираем ключик. Вообще все легко и просто. Почему? Красный человек, почему ты сам не исходил и не взял этот ключик? Так, ничего сложного. Эх, разленились все. Так, тут у нас опять водичка и нужно перепрыгнуть вот это. Ой-ой-ой-ой, ребята, я неправильно поняла. Я думала, надо прыгать по одежде. А оказывается, наоборот, нужно пробежать так, чтобы не затронуть грязную одежду. Ох, вот так вот не знаешь правила игры и попадаешься. Перебегаем через машинки. Опять у нас тут грязные вещи. Смотрите, какой миленький питомец. Дракоша. Так, но дракоша стоит 100 робоксов. Извините, конечно, у меня столько нет. Тут у нас что за крестики, нолики, чупа-чупсики? Перепрыгиваем. Тут не сложно и идем дальше. Кстати, ребята, надеюсь, среди вас нет таких людей, которые ни разу, просто никогда не пробовали стирать свои носочки. Под краном, с мылом. Если вы не пробовали, то обязательно попробуйте, а то такой доктор мыла придет. И? И что будет? И что будет? Так. И он вас проглотит. Смотрите, я оказалась внутри доктора мыла. Давненько я не была внутри кого-то. Даже забыла, каково это. Ну вот сейчас вспомним. Так что, ребята, напишите в комментариях, стирали вы когда-нибудь свои носки сами, ручками, под водой, с мылом или нет? Если нет, то обязательно, прям сегодня возьмите свои носки и идите постирайте, чтобы потом не оказаться внутри доктора мыла. Прыгаем, смотрите, тут у него косточки, ребрышки, красные тельца. И дальше у нас какой-то отдел странный. Так, аккуратненько тут пробегаю. Я вот смотрю сверху, чтобы было... Ой, напугалась. И мы попадаем в вонючий отдел, мне говорят, заткни нос, потому что другого выхода нет. Так, ребята, все поняли, что это за отдел. И, наконец-то, я выбралась. Так что, ребята, пишите в комментариях, если вы уже стирали свои носочки, я умею стирать носки. А если вы ни разу этого не делали, то напишите, я никогда не стирал носки, но сегодня их постираю. Вот так. А тут у нас три мостика. И по какому идти? Непонятно, наша тактика не работает. Когда опускаешь экран, и там видно. О, зелененькая палочка прошла по ней. А тут давайте по красной. Так, а может быть можно по любой? Может быть зря я тут напугалась? А ну-ка синюю. Нет, ребята, не на любой. Просто мне вот так вот сразу повезло. А я не поверила себе. Возвращаемся по зеленой, по красненькой. Так, и у нас тут выход. Выход куда? Ой, мы пришли к дикому осьминогу. Ну, вообще-то это не дикий, а домашний сонный осьминог. А вот тут вот уже опасно. Тут у нас электричество. Вода с электричеством. Но зато мы выбрались на улицу. Так, нет, еще не выбрались. Тут перекрыта дорога. Тут у нас опять красный человек в панике говорит, вам нужно спуститься вниз. А что у нас внизу? А внизу, как обычно, вонючая канализация. В общем, ребята, без вентиляции и канализации ни одного побега. Я вот прям за... О, мальчик, мальчик. Вы видели, как он держался за трубу? Но потом все равно упал. Надеюсь, он вернется. Пробегаю дальше и... Здравствуйте. Тут, говорят, нужно стрелять в руки. Но чем? Что? Пистолетик? Сто у робоксов? А без него никак? А, нет, мне выдали пистолетик. Смотрите, что я делаю, ребята. Я стреляю в него носками. Теперь я понимаю, почему он так хотел мои носки. Получи, получи, получи. Смотрите, в этот робот забрались двое. И мистер Ворчун, и доктор Мыло. И я их победила. Ура! Я бабушка гроза роботов. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут за выход. Смотрите, какая маленькая дверь. Ой, ребята, меня сейчас этот робот куда-то унесет. Это что, ракета? Это робот-ракета. И куда он меня вывезет? Даже интересно. А, на улицу. Фух, ребята. Я сбежала. Меня поздравляют. И, ой, тут я куда-то погнала. Смотрите, бегу. Все горит. Асфальт горит. Вот это я скоростная. Так, куда я несусь? Я несусь, наверное, за своим призом. Где мой приз? Где мой приз? О, вот финиш. Так, аккуратненько перепрыгиваем. И вот у нас финишная прямая. Ура! Ура! Салютики! Победа! Мне дали медали. И говорят, что вы. Да, ребята, именно вы сейчас поставите мне много жирненьких лайков. Спасибо вам огромное. А я вот хочу посмотреть, что это у нас тут доктор Мыло висит в воздухе. Эй, доктор, вы чего повисли? Ну-ка, давайте его приземлим. А ну-ка, спускайся. Нет, не спускается. Так, а ну-ка, попробуй его сверху придавить. Давай, доктор, приземляйся. Приземляйся. Нет, почему-то он не приземляется. Ну-ка, коснись земли. В общем, доктор Мыло в подвешенном состоянии. Ребята, подписывайтесь на мой канал на Ютубе, на Дзене, на Рутубе. Я везде есть. Подписывайтесь. И тогда вы не пропустите мои новые интересные игры Роблокс.